Навязчивая реклама, убедительное обещание, большой процент и желание заработать. Именно на эти уловки купились тверские пенсионеры и отнесли свои деньги в кредитно-потребительский кооператив «Надежные сбережения», что находился на советской 64. За несколько лет действительно суммы вкладов подросли, но радость была недолгой. Уже этой зимой финансовый трест лопнул. Руководство исчезло, прихватив по подсчетам потерпевших более 100 миллионов рублей. Заявления в правоохранительные органы написаны, но вот результата пока нет. Как пенсионеры борются за свои права и деньги? И как юристы оценивают их шансы вернуть свои кровные? Расскажем далее. Истории людей, собравшихся под дверьми закрытого офиса кредитного кооператива «Надежные сбережения», как под копирку. Мать Оксаны Набок вложила сюда в августе прошлого года 1 миллион 600 тысяч рублей. Хотела заработать на процентах, чтобы купить внучке квартиру. Сейчас же здоровье пожилой женщины под угрозой после того, как она узнала, что кооператив лопнул. А ведь начиналось-то все хорошо. Ей показали, что у нее есть лицензия банка, что склады застрахованы, что кооператив состоит в реестре саморегулированной организации. То есть все правила соблюдены. Ежемесячно начислялись проценты. В феврале месяце я пришла за процентами, КПК закрыта. Никого нету, на контакты не отвечают. Поражает своим цинизмом историю Маргариты Котовой. Она пришла в офис на несколько дней раньше. Да и повод был веский. С мужем накопили. Принесли, думали, хоть здесь что-то. Ничего. Вложили 200 тысяч. У меня умер супруг. Я пришла к ним, говорю, мне нужны деньги на похороны. Приходите через 10 дней. Женщину еще несколько недель кормили завтраками. А потом сотрудники кооператива и вовсе вышли из чата с вкладчиками. Двери офиса закрыты, телефоны молчат. Вне зоны доступа и руководитель Денис Усков. Был в сети 9 февраля. В сети, последний, да, 9 февраля был в сети, все. Правление Ускова, который был материально ответственным лицом, принимал деньги, ставил подписи, куда-то наши деньги эти потом девал. Он сказал, что он потерпевший, нанец интернета. Соответственно, и подписи на документах, которые выдавались на руки вкладчикам, вызывают много вопросов. Стоит А. Люди пострадали. Мы остались без денег, без ничего. Теперь мы не можем найти нигде никаких концов. Далее путь вкладчиков лежал в страховую компанию. Но не тут-то было. Страховщики, в свою очередь, договор с КПК расторгли. Причина – неуплата взносов. Осталась одна дорога – в правоохранительные органы. Два месяца мы как сдали заявление, и мы никакой информации не знаем. Мне разрешают видеться со следователем, со старшим следователем. Я на той неделе ходила практически каждый день. Желание заработать и помочь близким, говорят пенсионеры, привело их в эту организацию. А среди потерпевших – именно граждане старшего возраста. Да и работал кооператив уже несколько лет. Плюс сарафанное радио и реклама. Они 25 часов в сутки крутили эту рекламу. Да тут мертвый поверит. Наш телеканал рассказывал эту историю в феврале, сразу после того, как сдулся кооператив. Тогда граждане только собирались обращаться в полицию. Мы поинтересовались у юриста, как он оценивает шансы пайщиков вернуть свои кровные. Ущерб взыскивается с виновного лица. Соответственно, если у него есть какое-то имущество, то деньги реально получить через взыскание. Если никакого имущества ни у компании, ни у того лица, который совершил или организовал это преступление, эту мошенническую тему нет, то, конечно, шансов получить с лица, у которого ничего нет, нереально. Чтобы взыскать, вначале полиция должна найти это лицо. Юристы говорят, что если есть объективные жалобы на работу правоохранителей, то нужно сообщать прокуратуру. Например, если следствие идет медленно или никаких действий не производится, потерпевшим не позволяют ознакомиться с материалами, не попадающими под тайну следствия. Но здесь нужно учитывать, что филиалы кооператива были не только в Твери, но и в ряде других регионов. Они также исчезли с рынка, оставив вкладчиков с нолями на личных счетах. А территориальный фактор явно усложняет задачу.